Мысль о том, что назрела острая необходимость заключить договор с ТСЖ, возникла у жителя дома 21 по Вишневой, не случайно. Полгода назад поднялись тарифы на коммунальные услуги, но сделано это было без ведома жильцов, без проведения общедомового собрания. Прокуратура написала, что отправляет эту жилищную инспекцию. Жилищный инспектор такой, мне климатю, вот я им сейчас хотел только сегодня написать ответ, Такая гадость, потому что меня не спросили, когда приезжали, а ССЖ им сказал, в октябре будет собрание собирать. Я вот хотел написать, по какому вопросу они будут собирать в октябре. Это делается в первом квартале, после финансового года, собирается собрание, как положено. Почему этого не было? В ТСЖ нам пояснили, что тарифы не завышенные, а общегородские, и в случае необходимости готовы заключить с Николаем Беловым договор. На настоящий момент по жалобе, отправленной Николаем Беловым в жилищную инспекцию, в ТСЖ проводятся всевозможные проверки. Чтобы таких недопониманий не возникало, договор об оказании услуг заключать просто необходимо. Вы будете знать, за что платите деньги, ТСЖ не будет подозреваться в нагревании карманов. В ассоциацию потребителей обратились жители улицы Вишневой. В одном из ТСЖ на данной улице сложилась ситуация, при которой люди не могут заключить договор, им отказывают правление, и не предоставляют сметы на оказание услуг. Отсутствие сметы лишает потребителей возможности получить полную достоверную информацию об объемах и стоимости услуг. Делается возможно это умышленно, чтобы люди не имели возможности правильно производить расчеты. И если подобное происходит, я рекомендую обращаться с жалобой в прокуратуру Московского района, в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области, которая расположена на улице Липнихта, 18, и в том числе управление Роспотребнадзора по Рязанской области. Николай Белов, выразивший желание заключить договор с ТСЖ, случай единичный. В большинстве ситуаций горожане платят деньги, не задумываясь о том, на какие именно услуги эти деньги расходуются. Согласитесь, такое поведение можно назвать безответственным по отношению к собственному бюджету.